Всем привет! В этом видео хочу показать и рассказать, чем кормить кабанов в зимний период, затрачивая совсем небольшие деньги. Вначале хочу подвести итог. За два с половиной месяца, приманив на абсолютно новое место кабанов, мы израсходовали одну тонну отборного зерна и чменя. С каждой неделей на нашу кормушку стали приходить кабаны с разных выводков и семей. Запасы зерна закончились. Численность кабанов превзошла все ожидания. Кабанов стало приходить все больше и больше. Перед нами встал вопрос. Чем кормить и удерживать большое количество зверя, численность которого порядка 30-40 голов? Мы нашли решение этой проблемы, про которую я вам сейчас расскажу. Мы приехали в агрофирму, которая занимается сортировкой и продажей зерновых культур, таких как горох, рожь, пшеница, ячмень и овес. При сортировке и расфасовке зерна остаются так называемые отходы. Это дробленое зерно, мелкие частицы зерна, мука, пыль и разного рода составляющие. Только для агрофирмы это является отходами, которые фактически ничего не стоят. А по своей сути отходы зерносортировки являются очень энергетически ценным продуктом. А вот это и есть так называемые отходы, дробленое зерно, без шелухи. Цена таких отходов 60-70 рублей за мешок. А вот это отборное зерно овса. Цена за мешок 350-400 рублей. Поэтому мы выбираем на данный момент отходы. За эти три мешка мы отдали 210 рублей. Теперь мы будем тратить намного меньше денег на покупку корма. А кабаны будут получать более питательную пищу, так необходимую для них, особенно в зимний период, когда идет сильное промерзание почвы и выпадает глубокий снег. С вами был Александр. Всем удачных охот! С вами был Игорь Негода.